Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире о том, чем жила Самара сегодня. Вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пейнер. Главные темы выпуска. Таинственная смерть. Найден мертвым бывший директор завода Салют. 250 аварийных бригад. Регион готовится к паводку. На уборку всем городом. Мэрии сегодня подпишут соглашение с общественниками. От Нью-Дели до Гомеля. Международный фестиваль «Компьютерная страна» прошел в Самаре. Какова Россия на вкус? Кулинарный мастер-класс для иностранцев. Бывший директор Самарского оборонного завода Салют Николай Порола найден мертвым у себя дома. Труп мужчины с огнестрельным ранением в грудь обнаружили сегодня утром. Нашим корреспондентам удалось добраться до места происшествия в Красноглинском районе, где весь день работали следователи. Пока причину смерти топ-менеджера силовики назвать не готовы. Завод «Салют» входит в состав корпорации «Тактическое ракетное вооружение» и специализируется на механической обработке и сварке металлов. Предприятие производит изделия спецзащиты для самолетов и вертолетов. На предприятии Николай Порола работал с 68-го года, прошел путь от мастера до генерального директора. Свою последнюю должность он занимал 26 лет. Что же послужило причиной трагедии, сейчас выясняют эксперты. На месте происшествия работали следствия или криминалисты. Оперативно-следственная группа осматривалась место происшествия. То есть по предварительным данным можно сделать вывод о том, что мужчина покончил жизнь самоубийством. Однако по результатам проверки будет принято провинциальное решение. То есть о причине смерти можно будет говорить после проведения судебно-медицинского исследования. Маршрутное такси загорелось сегодня в Самаре. Огонь охватил весь салон микроавтобуса. ЧП произошло около 8 утра. Форд стоял на остановке общественного транспорта. Недалеко от перекрестка Антона Вовсинка-Карбушева очевидцы сняли видеопроисшествие. Информации о пострадавших и причинах пожара пока нет. Автомобиль, судя по всему, выгорел дотла еще до приезда пожарных. Скандальная акция в МТЛ-арена. Накануне в областном молодежном форуме в зале появился молодой человек, который стал выкрикивать оскорбительные лозунги. Это выступление сегодня назвали спланированной провокацией. Подробности в нашем сюжете. Областной молодежный форум против экстремизма внезапно прерывает незапланированные выступления. В зале появляется молодой человек, инвалид по зрению, который начинает петь под гитару и выкрикивать лозунги. Большинство участников форума были удивлены и возмущены таким поведением. Тем более, что провокацию он начал во время выступления губернатора. Глава региона отреагировал на появление парня спокойно. Для меня это не ново. Для меня это совсем не ново. Это наши оппоненты, видите, здесь. Глава региона спокойно и уважительно предложил молодому человеку пройти к микрофону, чтобы открыто заявить о своей позиции, задать интересующие вопросы. Однако он отказался, продолжив свою демонстративную акцию. Было видно, что он работает на камеру, чтобы в итоге получить эффектную картинку. Пытается спровоцировать полицию и охрану, чтобы потом так называемые оппозиционные СМИ могли выложить все это на свои страницы в интернете. А потом случилось то, на что провокаторы никак не рассчитывали. Молодой человек после выступления стал звонить, видимо, своему заказчику, чтобы отчитаться о проделанной работе. Ну, да, да, насколько я понимаю. Я пока стою на улице, сейчас к гору приеду, запись ему просто передам. Я же, собственно, поэтому здесь и появился. Гор, которому собирается передать запись бунтовщик, известный в Самаре оппозиционер. Стоит отметить, что этот молодой человек далеко не простой самарский студент, как может показаться на первый взгляд. Вот фотография, где тот же самый парень сидит в первых рядах на открытии штаба Навального в Самаре. Сразу же после того, как было снято скандальное видео, оно появилось на сайтах и в блогах, которые традиционно поддерживают различного рода несанкционированные акции, направленные на то, чтобы дискредитировать Самарскую область. В последнее время они устраиваются регулярно, и с каждым разом провокации становятся все более изощренными. И вот теперь в ход у подстрекателей пошли самые грязные технологии, когда для провокации стали привлекать инвалидов, то есть самых уязвимых людей, которые зачастую не понимают, каких целей хотят добиться оппозиционеры. Сегодня их задача выставить Россию перед мировым сообществом, как страну, которая не способна провести чемпионат мира по футболу. И многие это понимают. Не случайно в зале на форуме не нашлось ни одного человека, который поддержал бы выступление провокатора. Коммунальные службы области к паводку готовы. Уровень воды мониторит ежедневно. Создано 250 аварийных бригад. Пока ситуация опасений не вызывает, но в период паводка резко возрастает нагрузка на честные сооружения. Справятся ли они и не пострадает ли при этом качество воды, узнала Лариса Шалафаст. Паводок в области ожидают через две недели. Большая вода может захватить Куйбышевский и Красноглинский районы Самары. Все меры, чтобы предотвратить подтопление, приняты. Из-за большого количества талой воды в усиленном режиме сейчас работают и очистные сооружения. В период паводка у нас идет усиленный контроль качества на всех этапах водоподготовки. Мы на некоторых насосно-фильтровальных станциях уже зарегистрировали превышение источника по бактериологическим показателям. В зависимости от этого меняется, корректируется технологический режим введения реагентов. По информации Роспотребнадзора, чаще всего жалобы на качество питьевой воды от жителей области поступают из Чапаевска, Новокуйбышевска, Кенеля и Красноармейского района. Специалисты выезжают на внеплановые проверки. На сегодняшний день ситуация стабильная. Значит, нас ничего пока не настораживает. В случае выявления правонарушений, какие-то будут изменения в каких-то объектах, будут применяться все санкции, какие от нас только зависят. Основные болевые точки на карте региона находятся в Красноармейском и Сергиевском районах, где идет масштабная реконструкция водопроводов. После завершения ремонта качественной водой будут обеспечены больше 40 тысяч человек. В одном районе это 17 тысяч и 12 населенных пунктов, плюс три района мы к нему еще будем подключать. В другом случае в Сергиевске это 30 тысяч людей и 10 населенных пунктов. То есть объем достаточно большой, серьезный. В целом сейчас качество питьевой воды в области опасений не вызывает. Все основные показатели в норме. Лариса Шлафаст, Григорий Плешаков, События. Рассчитались. 38 компаний региона выплатили долги по зарплате на общую сумму почти в 317 миллионов рублей. Свои честно заработанные получили десятки тысяч человек. По данным трудовой инспекции, сегодня среди организаций регион еще остаются те, кто вовремя не заплатил своим сотрудникам. 35 компаний в общей сложности должны почти 350 миллионов рублей. Больше всего нерадивых работодателей в Тольятти, Самаре и Октябрьске. На заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений речь зашла и о сотрудниках автоваз-агрегата, которым предприятие должно около 40 миллионов рублей. Также обсуждался вопрос о важности создания профсоюзов. Особенно ответственны к этой теме относятся городские власти. В Самаре профсоюзы есть более чем в 400 организациях. Происходит содействие заключению коллективных договоров в администрации и у работодателей. Таким образом, совместная работа администрации городского округа Самары и Федерации профсоюзов Самарской области направлена на формирование в городе наиболее благоприятного климата в социально-трудовых отношениях, предупреждение конфликтов и социальной напряженности, достижение эффективности рынка труда и продуктивных занятий. Используя административный ресурс, помогать вам, чтобы и коллективные договоры везде были, но и те, кто не понимает о значимости наличия профсоюзных организаций и прочее, но надо у нас тоже подключаться и, может быть, вам помогать. Между тем, одно из самарских предприятий задолжало своим сотрудникам полмиллиона рублей, на что руководитель потратил деньги, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! В конце недели нефть удерживает позиции на отметке выше 52 долларов за баррель. Валюта дешевеет. На выходные Центробанк установил курс доллара на отметке 55 рублей 96 копеек. Евро 59 рублей 81 копейка. Золото стоит 2267 рублей, серебро – 32 рубля 81 копейка за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 56 рублей 35 копеек, дороже всего продать за 56 рублей 5 копеек. В России появится новая профессия – специалист по уходу за людьми. Минтруд уже разработал для нее стандарты. Чтобы сиделки работали официально, им будут выдавать патенты. Нелегальный рынок сигарет в стране за год вырос почти в пять раз, сообщает международная исследовательская группа. Контрафакт везут в основном из Казахстана и Белоруссии. А в Самаре транспортное предприятие задолжало сотрудникам 500 тысяч рублей. Как выяснила прокуратура, директор потратил эти деньги на себя и на оплату налогов, за что на него уже завели уголовное дело. На этом все. Удачи в делах. С ограниченными возможностями, зато с безграничной силой воли. В Самаре открылась ярмарка вакансий для инвалидов и пенсионеров. То есть для тех, кто привык рассчитывать только на себя. Какую работу предлагают тем, кто не может похвастаться богатырским здоровьем, знает наш корреспондент. Девиз Владимира Михайлова – быть полезным. Он никогда не сидит без дела. Несколько недель назад вместе с родителями коренной петербуржец, страдающий ДЦП, перебрался в Самару и уже отправился на поиски работы. Сегодня удача ему улыбнулась. Строительное озеленение такое и дворникам. И для этого я пришел посмотреть эти все вакансии для меня, которые мне по душе. Дворники и кондукторы, инженеры и бухгалтеры. Список вакансий для инвалидов самый разнообразный. От разнорабочих до специалистов. Не один десяток лет для людей с ограниченными возможностями открывает двери предприятие по производству автомобильной электрики для автоваза. Его учредитель – общество слепых. В общем-то и сейчас стараемся больше уделять внимание инвалидам по зрению. Но тем не менее трудоустраиваемым гражданам, имеющим другие виды инвалидности. Они интегрированы в социум, в общество. Они общаются между собой. В общегородской базе вакансий на сегодняшний день для инвалидов – 1100 рабочих мест. Их предоставили 350 организаций Самары. Того требует закон. С 2015 года на территории Самарской области действует закон о квотировании рабочих мест для инвалидов. Согласно этого закона, работодатели расположены на территории Самарской области, имеющие численность работников 35 человек, обязаны квотировать рабочие места для инвалидов в размере 2%. На сегодняшний день в Самаре зарегистрировано 470 безработных инвалидов. С начала года 110 человек трудоустроились. Александр Сергеев, Константин Головин. События. Самара в этом году может стать участником национального проекта «ЖКХ и городская среда». Оцениваться будет красота и чистота дворов и улиц города. Чтобы как можно скорее навести порядок, уборки озеленению привлекают всех предприятий, общественные организации и жителей. Соглашение о совместной работе по созданию комфортной среды власти города уже подписали Советом ректоров, профсоюзом и студенческими строеотрядами. Сегодня к общему делу присоединились Союз женщин, гостиничную туристическую ассоциацию, филиалы сотовой компании. Вскоре все городские сообщества выйдут на генеральную уборку Самары. Приглашаем подписывать любые, кто желающих, в ходе того, что даже кто-то из физических лиц подписать это соглашение. И уже вместе с вами этот месячник. И 22 апреля каждый из нас привел всех своих сторонников навести порядок в нашем совместном, красивом и любящем городе, такой как Самара. Мы, как женщины городского округа Самара, как блюстительницы очага и дома, как хозяйки дома, примем самое активное участие во всех мероприятиях городских, направленных на благоустройство нашего любимого города. Все флаги в гости к нам. В Самаре прошел международный фестиваль «Компьютерная страна» для школьников и педагогов. География участников за все годы удивляет размахом Нью-Дели, Женева, Минск, Гомель и более 20 российских городов. Фестиваль уже несколько десятков лет. Он заслужил авторитет в сфере информационных технологий. С компьютерными гениями познакомилась Валерия Макарова. Ребята за компьютерами создают видеопослание инопланетянам. Оценивать его будут за оригинальный сюжет, качество и использование разных технологий. Это одно из заданий фестиваля «Компьютерная страна». Его тема в этом году – «Космос». Участники съехались со всей России и ближнего зарубежья. Это педагоги и школьники, увлеченные информатикой. Заявок пришло более трехсот. Отбор достаточно строгий. Жюри, в общем-то, компетентные. Представители вузов, представители IT-компаний участвуют в оценке работ. И уже лучшие из лучших у нас доходят до очного тура соревнования здесь. Это и компьютерная графика, и компьютерная музыка, и веб-мастеринг, и программирование. Это один из старейших подобных фестивалей. Он существует уже 21 год. Здесь талантливые программисты, дизайнеры, веб-мастера могут себя показать и на других посмотреть. Именно за творческую атмосферу и полюбился фестиваль. Больше всего нравится атмосфера. Атмосфера товарищества. Очень много интересных участников, интересных людей собирается. Постоянно обмениваемся опытом. Создаем что-то новое, и это интересно. Отдельная программа предусмотрена для педагогов. На мастер-классах они расскажут о своем опыте работы с робототехникой, искусственным интеллектом, лазерными шахматами и новыми методами обучения информатики. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Далее, коротко о других событиях дня. Павлу Шайхаметову предъявили обвинение. Напомним, мужчину подозревают в нескольких убийствах пожилых женщин. Они были совершены 25 и 27 марта, а 28-го Шайхаметова задержали. Он был арестован на два месяца. Вину мужчина не отрицал. По делу назначено несколько судебных экспертиз. Мужчину должны проверить в том числе и на наличие психических заболеваний. Кроме того, проверяется его причастность к еще 30 убийствам пожилых женщин на территории Приволжского федерального округа, совершенных за последние 6 лет. В Самаре правоохранители выявили три подпольных игорных клуба. По жалобам жителей полицейские проверили несколько адресов на улицах Победа и 22-го партсъезда. Изъяли компьютеры. Сейчас полицейские проводят проверку по факту организации незаконной игорной деятельности. Ее ход находится на контроле прокуратуры. С 1 апреля грузовикам запретят ездить по дорогам Самарской области. Соответствующий указ подписан в региональном министерстве транспорта. Движения запретят по дорогам, покрытие которых пришло в негодность. Запрет будет распространяться на транспортные средства весом более 7 тонн. Ограничения будут действовать в течение месяца до 30 апреля. Снова скованная из-за ночных морозов Волга вновь покрылась льдом. Сегодня на Рождественскую Волошку снова пойдет ледокол для прореживания льда, чтобы обеспечить начало работы пригородного флота на линии Самары-Рождествена. Первые выходные апреля будут морозными и солнечными. Сегодня ночью столбик термометра опустится до минус 4-9 градусов мороза, местами до минус 14. В субботу ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег. Температура от минус 2 до плюс 3. Маслобойка, лапти и самовары. Иностранных студентов знакомят с национальной культурой. Будущие врачи-инженеры из Сирии, Нигерии, Египта, Марокко сейчас учат русский язык в Самарском университете, чтобы потом поступить в профильные вузы. Экскурсия прошла в кулинарном техникуме. Самой долгожданной частью стала дегустация традиционной кухни. Как гости из жарких стран оценивают щи, компоты, блины, знает Алина Чемерес. Знакомство с Россией начинается с музея русской кухни. Сладкий пряник, декоративные ложки, диковинная маслобойка. Такого у себя на родине они не видели. Студентам из Нигерии, Египта, Сирии, Марокко, которые в Самаре учат русский язык, удивительными кажутся не только лапти и самовары, но и вполне обычные для россиян вещи. Чайник, мне нравится здесь чайник. Я думаю, чайник это чудесный предмет, потому что я не увидел, как такой предмет в дорогой стране, только в России. Следующая остановка – кулинарный цех. Здесь иностранных студентов учат лепить фигурки из добного теста. Гости из жарких стран старательно повторяют за мастером и готовят традиционную русскую выпечку. По словам опытных кулинаров, россиянам есть чем удивить гостей и продуктами, и подачей. Мы работаем хорошо сейчас со свеклой, с морковью, капуста. То есть мы используем вот такой ассортимент и стараемся внедрять и в горячие, и холодные блюда, ну и даже в десерты – свеклу, морковь, какие-то такие наши, репу, даже овощи. Все, кто сегодня в гостях у кулинаров – студенты факультета дополнительного образования Самарского университета. Они живут в России всего несколько месяцев. Чтобы в будущем пойти учиться на инженеров, фармацевтов и врачей, им сначала нужно выучить русский язык, а заодно и приобщиться к культуре. Мы разработали программу для более подробного изучения русского языка и для того, чтобы посмотреть на быт предметов именно изнутри. Сейчас не все могут попасть в деревню, в русскую избу, и мы здесь создаем пример русской избы в нашем музее русской кухни. Главная часть экскурсии – дегустация традиционных русских блюд. Меню организаторы подбирали тщательно. Старались угодить и мусульманам, которые не едят свинину, и христианам, которые сейчас соблюдают пост. Сегодня на обед – щи боярские в горшочке, блинчики с медом и компот. Мнения иностранных гостей разделились. Я не знаю, из-за аптеки. Хлеб – это нормально, суп невкусный. Мне нравится это, потому что я не знаю, что это, но нормально, невкусно, неплохо. Мне нравится хлеб, но суп не очень… Не вкусно, но хлеб – хорошо. Во многих странах подобных блюд просто нет. Гости пытаются сравнить русское меню с тем, что постоянно едят у себя на родине. А суп – это компот. Камбон. Здесь нет в Египте. Дорогой суп. Русские блины очень вкусные. Не как французские блины или арабские блины. В кулинарном техникуме иностранцев с русской культурой знакомят уже второй год. В этот раз число гостей больше, чем в прошлый. Чем удивят студентов на следующий год, организаторы пока держат в секрете. Алина Чемери с Артем Сулайманов. События. Доступное жилье для прилетевших с юга. В Самарском зоопарке провели конкурс среди школьников на лучший скворечник. Соревнование приурочено к Международному дню птиц, который отмечается уже более ста лет. С архитекторами в птичьих гнезд пообщался Андрей Горгуленко. Семиклассник Георгий Павлов, победитель конкурса «Лучший скворечник», самостоятельно и сверлил, и выпиливал свое творение. За неделю с двух поленев он сделал уютный и удобный дом для птиц, возвращающихся с юга. Взяв еще одно полено, я распилил его на несколько небольших колечек и приделывал сверху и снизу. Снизу я приделывал на шуруп, а сверху я сделал на штабике, чтобы можно было снимать. В Самарском зоопарке конкурс на лучший скворечник проводят ежегодно. В преддверии Международного дня птиц, когда скворцы и жаворонки прилетают в наши края. Цель конкурса исключительно практическая – сделать для птиц готовые гнездовья. В самом зоопарке перелетных пернатых немного – 8 видов. В основном это хищники, орланы, коршуны, некоторые совы. Сотрудники зоопарка говорят, что зиму птицы переносят стойко. Они переносят зиму очень хорошо, потому что кормом они не обделены. У нас очень хорошие поставки, мясо отличное, они кушают и могут, в принципе, находиться на улице даже в самые серьезные морозы, свыше минус 30 градусов. Каждый скворечник, участвовавший в конкурсе, получил свою маркировку. Зеленый означает, что скворечник необходимо доработать, перед тем, как вешать его на улице. Красный означает, что он совсем не пригоден для жилья. Либо гнездо слишком большое, куда смогут забраться хищники, либо такая конструкция, в которой птенцам будет тяжело выжить. Ну а совсем без маркировки такие скворечники сразу после конкурса отправятся украшать улицы Самары. Андрей Горгуленко, Станислав Левин. События. Футбольный мемориал памяти Владимира Келина выиграли крылья советов. Как проходила борьба за медали, расскажет Сергей Кизоркин. Новости спорта продолжит эфир. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите Самарские новости спорта. За Кубок Владимира Келина футбол играли 10 команд со всей страны. Саратов, Пермь, Держинск, Бугульма, Челябинск. За 63-й регион Тольяттинская Академия Коноплева, Самарские крылья советов и Юнит. Круговая система, то есть каждая команда сыграла друг с другом, выявила чемпиона и призеров турнира. От матча Юнита с Академией Коноплева зависела расстановка команд на пьедестале почета. Со счетом 1-0 победу праздновал Самарский Юнит, который завоевал в итоге серебряные медали мемориала Келина. Я оставил полжизни здесь сейчас по этой игре, то что как бы результат был такой, что мы выиграем и вторые, ничью играем третий, а проигрываем четвертый. Поэтому как бы мы ребят настраивали только на победу, в принципе то, что они издевали. В прошлом году крылья советов на этих соревнованиях заняли только четвертое место, а в этом выиграли Кубок Келина. Команда установила рекорд в своей истории на этом турнире. В девяти матчах восемь побед и одна ничья. Миром разошлись только с Тольяттинской Академией. В этом году я с ребятами как бы обсудил, настроил их на положительные эмоции, результат и добились победы, результат, заняли золотые медали. Кубок Владимира Келина разыграли второй раз. В премьерном турнире приз забрала Тольяттинская Академия Коноплева. В этом году оставить себе кубок оказалось сложнее. В прошлой весной соревновали семь команд, в этом уже десять. Ребята играют с большим энтузиастом, задором, с большим интересом и любовью к футболу. Это очень радует, очень радует, что у них такой огромный интерес и они показывают очень хорошую игру. Я очень рада, что мы не забываем Владимира Келина, человека, который очень много сделал, как спортивный журналист, как президент Федерации футбола. Что его дело живет, футбол развивается в нашем регионе. Чемпионы-призеры мемориала Владимира Келина получили заслуженные медали, однако проигравших в этом турнире не было. Лучшие футболисты, нападающие полузащитники, защитники голкипера и бомбардиры получили индивидуальные призы. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. И ОИОС. Удачи вам. Увидимся. Продолжение следует... Продолжение следует...